МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 сентября глава Дзержинска Иван Носков посетил семьи, переехавшие в этом году из дома номер 9 по улице Восточная в поселке Горбатовка. Он был признан аварийным и подлежит сносу. Жилье для этих семей было приобретено администрацией города по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области. В рамках ее реализации в Дзержинске новые квартиры до конца текущего года получат 36 семей. Я жила в аварийном доме. Признали в ветхоаварийный дом 2014 года, 24 марта. И я там жила до сих пор. Пенсионерка Тамара Егорушкина уже месяц проживает в новой трехкомнатной квартире площадью 49,7 квадратных метров на улице Молодежной. А многодетная семья Гульноры Максудовой, где воспитываются четверо детей, получила из рук главы города ключи от трехкомнатной квартиры площадью 58,7 квадратных метров на улице Октябрьской. До конца текущего года администрация Дзержинска планирует расселить еще два дома. 9 и 13 по улице Восточной. Сейчас мы посмотрели, как эти выглядят квартиры. Поговорили с людьми, кто уже живет в течение месяца квартиры. Видим, что квартиры нормальные. Да, они не новые, куплены в традиционном рынке, но после ремонта с волнением всех норм. По распоряжению президента России Владимира Путина программа переселения граждан из Ветхого аварийного фонда продлена. В Дзержинске проводится инвентаризация домов. В настоящее время в городе идет третий этап расселения аварийного жилфонда, признанного доковым до 2017 года. Дома мы признаем, и все действия, которые имеют признаки аварийности, мы признаем и оформляем. Есть, конечно, очередность, есть этапы. Мы сейчас заканчиваем второй этап и уже, по сути дела, переходим на третий этап. После выступления Владимира Владимировича сейчас четвертый этап. Это будут дома, признанные до 1 января 2020 года расселяться. Но я уверен, что эта программа будет продолжаться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе домой после Паралимпийских игр в Токио вернулись нижегородские спортсмены. В их числе держинские легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин, пловцы Данил Смирнов и Никита Казачинер и их тренеры Галина Кошелева и Юрий Назаренко. В аэропорту имени Чкалова, где приземлился самолет, спортсмены встречали представители Министерства спорта Нижегородской области, администрации Держинска, коллеги из спортивной школы Олимпийского резерва «Заря» и спортивной школы номер 3, друзья, родные и близкие. Эмоции, конечно, положительные, что ребята возвратились домой. Что еще может быть лучше после тяжелого труда, после сложных выступлений? В Держинске спортсменов приветствовали глава города Иван Носков и заместитель председателя Городской думы Александр Парамонов. На играх в Токио сборная Паралимпийского комитета России заняла четвертое общекомандное место, завоевав 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Держинцы принесли команде пять медалей разного достоинства. Такая победа крутится огромным терпением, огромной командной работой меня и тренера. Сколько мы прошли сейчас, это немного подзабылось, но сколько было боли, страданий, то, что ноги болели, то, что я, можно сказать, плакался тренер, говорю, не хочу я уже этим заниматься, терпи, все окупится, все окупилось. Дмитрий Сафронов на этих играх стал двукратным паралимпийским чемпионом, завоевав две золотые медали в беге на 100 и 200 метров и дважды побив мировой рекорд. Его друг и коллега Андрей Вдовин принес команде два серебра – забеге на 100 и 200 метров и золото в забеге на 400 метров, установив новый мировой рекорд. Дальше, ну, отдохнем, может быть, недельки две-три месяц, а дальше снова готовится, через год у нас уже чемпионат мира, там же в Японии в августе, получается, 22-го года. Ну, а там до Парижа рукой подать, а учитывая, что 100 метров и 200 мне не покорились, есть к чему стремиться и работать. Славец Данил Смирнов на паралимпийских играх отпраздновал свое 20-летие и стал обладателем золота в составе мужской комбинированной стафеты 4 по 100 метров. Воспитанник тренера Дмитрия Солдатова, спортсмен Никита Казачинер, для которого паралимпийские игры в Токио стали первыми соревнованиями такого масштаба, стал четвертым на дистанции 50 метров на спине в классе С2. Во время встречи в Дзержинске глава города Иван Носков вручил спортсменам, их тренерам и родителям памятные подарки. По планам паралимпийцы примут участие во Всероссийском форуме по развитию паралимпийского движения, который состоится на территории Дзержинска 1 и 2 октября. «Хотел сказать и сказал ребятам о практической пользе от их победы для города, о том, что ребята действительно сделали огромный вклад в развитие спорта в городе, о том, что теперь у нас есть, они и раньше были, но есть все основания говорить о том, что Дзержинск – это город спортивный, Дзержинск – одни из лучших тренеров в России, и что нам действительно для получения больших результатов и лучших результатов нужно развивать спортивную базу». Санаторий профилакторий АК. У нас есть все, что нужно. Лечение, здоровое питание, активный отдых и многое другое. Заказ путевок по телефону 8-951-908-2208 или на сайте www.spak.ru Во вторник, 11 сентября, в Дзержинске прошел матч между «Химиком» и командой из Орехова-Зуева «Знамя труда» в рамках 10-го тура «Олимп первенства России по футболу» среди команд клубов 2-го дивизиона ФНЛ. Благодаря двум мячам, забитым Дмитрием Соловьевым и Сергеем Каретником, в первом тайме «Химик» лидировал со счетом 2-0. После перерыва гости сумели размочить счет. Голом престижа отметился вышедший на замену во втором тайме Александр Юрьев. Однако это не испортило настрой Дзержинской команде и настроение Дзержинским болельщикам. «Химик» одержал победу со счетом 2-1, которая стала четвертой в этом сезоне. На этой неделе на базе 2-й городской больницы на улице Красноармейской работал поезд «Здоровье» – передвижной медицинский комплекс с современным диагностическим оборудованием, где все желающие могли бесплатно получить консультации профильных специалистов. С 13 по 15 сентября поезд посетили жители трех пригородных поселков – Бабушкина, Пушкина и Жолнина. 16 и 17 сентября на прием могли прийти все желающие жители Дзержинска. Всего за 5 дней поезд «Здоровье» посетили более 300 человек. В следующий раз такая возможность у всех желающих будет 27 и 28 сентября на базе городской больницы номер 1 на проспекте Дзержинск-18. Далее с 29 сентября по 1 октября поезд будет находиться в поселках. 29 сентября в поселке Пыра, 30 сентября в поселке Петряевка и 1 октября в Горбатовке. Пройти обследование в поезде «Здоровье» можно с 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС, а также при желании имеющиеся на руках истории болезни, результаты предыдущих анализов и выписок. Прием проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Поезда «Здоровье» – это губернаторский проект, и существует он уже несколько лет. Наш поезд является пятым поездом «Здоровье». Так же, как и четыре других поезда, он выезжает в отдаленные районы, и не очень отдаленные районы города Нижегородской области, для того, чтобы жители этих районов могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь. И снова конкурс! Газета «Держинские ведомости» объявляет о начале нового фотоконкурса «Сад-Полисад» своими руками. Присылайте фотографии своего цветущего сада или выращенного вами урожая на электронную почту с пометкой «Конкурс». Или отправляйте сообщением в группе ВКонтакте до 12.00.27 сентября. Присланные фотографии будут опубликованы в газете «Держинские ведомости» и в нашей группе ВКонтакте. Итоги конкурса подведем 30 сентября. Определит победителя голосование подписчиков в группе ВКонтакте. Победителей ждут приятные подарки от спонсора конкурса. Желаем всем удачи! 16 сентября на базе спортивной школы «Магнитная стрелка» состоялось открытие нового спортивного объекта, освещенной трассой протяженностью 2 километра. Трассу открыли первым праздничным забегом, в котором приняли участие команда Законодательного собрания Нижегородской области, Городской думы и Молодежного парламента «Держинска», команда администрации города, а также руководители и ведущие спортсмены спортивных учреждений и жители города. Обсуждать проект освещенной трассы администрация города и руководство «Магнитной стрелки» начали в прошлом году. Стоимость работ составила 2,5 миллиона рублей. 80% было выделено Министерством спорта Нижегородской области и 20% из городского бюджета. Освещенная трасса – первый этап строительства полноценного лыжно-биатлонного комплекса с техническими помещениями для спортсменов. В следующем году, по словам главы города Ивана Носкова, начнется проектирование роллерной дорожки, а затем строительство стрельбища. Главная задача – поэтапно благоустроить всю территорию «Магнитной стрелки». Я надеюсь, что в следующем году, когда мы закончим оформление земли, будем проектировать уже роллерную дорожку и следующий этап – ее реализация. Ну и последний этап – это уже строительство непосредственно самого стрельбища. Сейчас оно у нас, по сути дела, приспособлено, а это уже было нормально, полноценно, соответствующее всем стандартам. Субтитры подогнал «Симон» 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 В первый день выборов глава города Держинска Иван Носков совместно с начальником управления МВД России по городу Держинску Дмитрием Постниковым проверил организацию работы участковых избирательных комиссий. Прогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все организован «Симон» Все организовано, все меры безопасности приняты и для здоровья, и физической. Мы видим, что и полиция, и охранное агентство работают. Здесь в этом плане все согласно нормативам. Особо обратил внимание на наблюдателей. Мы видим, что от разных партий на разных участках присутствуют наблюдатели. Но замечаний на данный момент нет. Надеюсь, что так же будет дальше. Свои голоса на избирательных участках в дни выборов оставили паралимпийские чемпионы игр в Токио. Легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин и пловец Данил Смирнов. Голосовать важно для нашего будущего, для будущего всей страны, для развития страны. Не нужно уже куда-то ходить. Просто можно сидя на лавочке, как я это сделал, в любой точке города проголосовать с телефона. Обязанность каждого человека ходить на выборы – это наш выбор. Мы должны выбирать, как жить дальше. И сделать свой выбор – это очень важно для каждого человека. Сегодня я пришел, проголосовал, исполнил свой гражданский долг для развития будущего нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова